День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. И вот к нам в студию заглянуло солнышко и еще одно солнышко Диана Пашко. Здравствуйте, исполнительница наша латвийская, с премьерой нового трека, которую мы обязательно послушаем, но сначала узнаем все. Но сначала поговорим. И вообще, можно сказать, что Диана Пашко стала ближе, потому что трек-то называется «Клоуза». Ближе. Да, ближе, безусловно. Какая игра слов. Я к вам прихожу в гости с каждым своим релизом. Мне это уже нравится. Это хорошая традиция. Есть мотивация выпускать песни чаще. Согласен. А если наберется на какой-нибудь так называемый лонг-плей, так можно и подольше подбеседовать. Двойной альбом можно сразу выпускать, предлагаем. Я все в ожидании своего альбома, но как-то так. А выпускают еще альбомы или это, в принципе, уже не так актуально? Ну, в целом, вы правы, да, это уже отошло от какого-то тренда. Но в целом люди, которые такие олдскульные, скажем так. Ну, вот я, я люблю слушать альбомы. Я вообще, в целом, если артист что-то выпускает, я слушала от и до, потому что это одна, это законченная, завершенная идея обычно. Вот. Ну, тут можно, наверное, поспорить. Не каждый раз же набор определенной композиции, там, сколько их умещается, связанные какой-то одной идеей. Были раньше концептуальные альбомы, там, в основном, это было в роке. В рок, да, как правило. Ну, вот мне нравится, на самом деле, идея концептуального альбома. Когда-то такая сборная солянка, ну, может быть, так тоже делал. Скорее всего, я к этому тоже приду, потому что у меня достаточно разношерстные песни. Просто, так сказать, подытожить какой-то этап. Вот, 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 вот. Интересно, конкретно у Дианы Пашко, какая могла быть вот эта вот сверхидея, которая бы связала набор композиций? Ой, ну, наверное, какое-то очень большое стремление чего-то достичь, наконец-то прийти к какому-то уровню определенному, на котором я смогу, вот как вы говорите, постоянно и почаще выпускать стреки альбомы, потому что, ну, как-то почему-то так складывается, что мне проще петь кавер, мне проще петь с ребятами, чем выпускать свой авторский материал. Очень много обстоятельств, которые меняют вот этот вот ход, и мой план, и время, сколько это все занимает. Проще это почему? Потому что, ну, вот, публике, скажем, проще воспринимать какие-то раскрученные уже известные песни или... Ну, безусловно, да. Да, и проще просто уже собраться и отрепетировать новый материал, чем, во-первых, написать песню, ее саранжировать, выпустить. Я уже много раз повторялась и говорю, что я пишу свои песни с ребятами из Украины, точнее, с моим аранжировщиком и хорошим другом Витей Диасом. Изо всех событий, к сожалению, ну, не могу я сейчас туда поехать и ускорить этот весь процесс, и, собственно, это и была главная причина, почему все вот так вот очень долго выпускалось. Ну, и мы не стали ждать лучшего момента, потому что тяжело предугадать, когда это все утихнет и закончится, и решили, что нужно хоть как-то чем-то себя порадовать и отвлечь. Очень такая прямо динамичная, танцевальная, ну, клубная прямо вот ощущение вещь. Ну, да, но в целом для меня она достаточно такая депрессивная и грустная. Я вот услышал лирическую составляющую на самом деле. Я прямо вот как-то так это... и с такими эффектами... Я когда сидел в наушниках, просто слушал, у меня было ощущение, что кто-то со мной разговаривает из-за спины, подскочил прямо. Где, что, где, где эти люди? Да, прямо такие очень эффектные, эффектные эффекты, скажем. Да, но она на самом деле получилась очень, как я говорю, темная, ночная. Я ее днем не воспринимаю. Мне нужна вот эта дополнительная атмосфера в виде ночи или какого-то такого уже темного времени суток. А вы, коллеги, я смотрю, умеете настроить публику на нужный лад? Давайте еще додавим. Депрессивность, ночь. В общем, мы тут ранним утром собираемся презентовать эту песню, между прочим. Ну да, я в этом не думала. Ну почему, ладно, мы сегодня сломаем. Добавим в жизни немножечко. Да, это будет таким исключением. Но в целом это... почему? Это такая некая крайность, знаете, как говорится, когда дошел до дна, легче оттолкнуться и вот как-то переродиться. Как появилась эта моменты отчаяния? Я уже не знаю, там, в депрессии или как эта песня появилась? Чем она вдохновлялась? Ой, да на самом деле, наверное, нужно было бы придумать какую-то красивую историю, чтобы всем было интересно. Написала я ее в Харькове, как раз-таки, когда мы работали над другим материалом. И мне часто приходят слова сразу с музыкой в голове. И что-то я сидела в Инстаграме и увидела цитату. Как раз-таки первую строчку припева. «Whatever gets me closer to you». Ну и там был какой-то пост у какой-то девочки. И что-то мне так понравилась эта фраза. И у меня сразу родилась вот эта музыка, которую, собственно, мы дальше услышим. И потом оттуда родился весь припев. Ну и дальше куплет. То есть это всегда все меня застает абсолютно неожиданно. У меня даже там есть какое-то аудиосообщение, где я записываю, пытаюсь записать, зафиксировать эту идею. Она сейчас, конечно, забавно звучит. Там где-то в глубокой ночи, там какого-то полтретьего, наверное, во сколько-то. Ну и потом решили продолжить работать над этой идеей. Раньше какие-то события в реальной жизни становились основой для мемов. А сейчас, наоборот, получается, уже из мемов каких-то и вот тех самых пресловутых статусов ВКонтакте вдохновение получается. Да, возможно. Это такой взаимообмен. Это все одно, другое вдохновляет. Простите, там и эти битлы раскрывали газету, и оттуда брали песни. Там вот это, господи, для сержанта Пеппера Джун Леннон с какой-то афишей брал слова. Где чего можно, где схватить. Ну вот что увидел, что вдохновело. Тогда бы узнали, из какого сора. Помним, знаем, ценим, любим. Поэтому это все никогда не знаешь, где тебя застанет. Я вас все жду в своем музе, все жду в весну, чтобы что-то новое услышать. А люди, например, если говорить про каверы, что они хотят слышать? Вот каверы, как и группы. И вот что для музыканта важно, исполняя чужую песню? Вот как ее под себя подшить? Сделать ли ее обязательно какой-то другой, иначе исполняемый, или наиболее близко к оригиналу? Ну, наверное, все-таки больше тех, кто приверженец какого-то классического звучания, знакомого. Потому что, наоборот, некоторые люди расстраиваются. Берешь какую-то вещь, пытаешься что-то новое привнести, поменять жанр, или как-то по-другому спеть. Все говорят, ой, нет, это не то вообще, зачем так делать? Ну, я как бы не слышала конкретно в свой адрес таких комментариев, потому что мы особо не уходим от какой-то стилистики. Но, наверное, в нашем случае это просто какое-то, ну, мое прочтение. Ну, мой тембр, скажем. Любой вокалист, он, конечно, отличается своим каким-то тембром или своей манерностью. И вот это, наверное, отличает все другие каверы друг от друга. А так, что-то прям суперновое. Я думаю, что когда такой объем песен на концертах, это очень тяжело. Ну, если только брать какую-то песню и делать какой-то ремейк, наверное, тогда в этом есть какой-то смысл. А так, мы в основном придерживаемся классического звучания, потому что все уже придумано. Ну, тем не менее, у вас есть свой стиль и, конечно же, твой уникальный тембр. Но, учитывая все вышесказанное, были ли какие-то композиции, от которых пришлось отказаться, ну, потому что, ну, вот не подходит ни по тембру, ни по стилю, но очень хотелось бы переделать. Да, было. Вообще, более того, я обычно приношу на репетицию с ребятами достаточно много новых треков. И потом уже в ходе репетиции мы понимаем, что нет, все-таки у нас это не звучит, потому что, ну, я пою с ребятами из круассанца, это трио, то есть главный инструмент – это гитара, у нас бас и барабаны. И не всегда хватает этих инструментов. То есть, да, у нас есть еще и расширенный состав, где клавиши, где могут быть духовые, но в целом, когда я опираюсь только на вот эти три кита, ну, не всегда этого достаточно, потому что сейчас популярна электронная музыка, где очень серьезный такой мясной, скажем, плотный продакшен, и когда ты начинаешь делать эту вещь в нашем составе, либо это уже будет звучать очень акустически и лампово, то есть нужно отказываться от какого-то драйва. А мне, наоборот, этого очень не хватает, и я люблю, когда все звучит так очень плотно и мощно. Я всегда начинаю нервничать, когда мне не хватает какого-то тыла и не хватает вот этого звука, и мне приходится… Ну, то есть мне тяжелее сдержать какой-то свой голос и пытаться петь спокойнее, да, нечем, наверное, ребятам как-то помощнее сыграть или нам пригласить еще каких-то музыкантов в дополнение. Поэтому, да, очень часто ребята зляются, что мы что-то начинаем репетировать, потом говорят, да нет, мы играть не будем, что плохо звучит, зачем, зачем как бы себя дискредитировать, я так не люблю. Как часто обновляется репертуар, вот какие-то новые песни приходят, уходят? Ну, вот, наверное, так же часто, как появляется какой-то новый материал, который меня цепляет, потому что в основном мы выбираем то, что мне нравится, то, что я слушаю, либо я где-то какие-то вещи откапываю, которые вообще никто не знает. Тогда, ну, ребята как-то так, ну, ладно, давай, хорошо сыграем, это никто не играет, будем играть мы. Но в целом это тоже надо не переусердствовать, если взять все вещи, которые никто не слышал никогда, то, ну, там, наверное, должного эффекта не будет. Поэтому, ну, как-то так, редко на самом деле, но вот сейчас мы активно работаем на программу, и сейчас у нас вот 11-го числа будет, наконец-то, в этом сезоне первый такой открытый концерт, приходите, в ход бесплатный, попоем каверы, попоем известные песни. Где, когда это будет? Это будет 11-го числа, то есть в эту субботу в Digital Art House, а во сколько, я не помню. Вот, у меня мысли другим заняты, мне надо учить новые песни, слова, вот, потому что, да, будет новый тоже репертуар. Ну, я думаю, что кого заинтересует, тот все найдет, все есть. Конечно. Фан-база, вот, есть ли, ну, я имею в виду поклонники, которые следят, ходят, поддерживают активно? Есть, конечно, я их очень люблю, это такие, ну, уже взрослые, зрелые личности, мне это очень приятно. Вот, это, конечно же, моя семья, моя мама, бабушка, бабушка вообще, у меня прекрасный человек, она мне каждую неделю скидывает мою статистику, говорит, сколько у меня где просмотров, какие у меня комментарии. Ничего себе. Да, какая молодец. Вот она мне как-то... Бабушка SMM-менеджер. Ну, да-да-да, она об этом просто не знает, и я за это ей не плачу, но тем не менее. Вот, она один раз перестала это делать, как-то две недели я никаких комментариев от нее не получала. Говорю, бабушка, а в чем дело, где моя статистика, где мои просмотры, где какие комментарии. Ну, в целом, да, это моя главная и самая ценная фан-база. Ну, да, есть люди, которые, конечно, переживают, ждут со мной, когда же уже наконец-то что-то выйдет, когда концерты. Встречаю очень часто на улице людей, которые спрашивают, ну, когда уже можно куда-то прийти, в какое-то кафе, погреться, послушать. Вот, ну, зима сейчас такая достаточно сцепшаяся. Вот это суббота, диджитал арт-хаус. Я пытаюсь найти время, но наверняка 7-8 часов. Ну, конечно, сейчас скажу. Дитя не просто надо сказать, во сколько быть на месте. Ну, понятно. Тексты все выучат, а на концерт опоздают. Что вообще, вот, как часто артисты выступают на каких площадках? То есть это бывают кафе-рестораны, или это какие-то небольшие клубы музыкальные, или это, может быть, какие-то специальные, ну, не знаю, мероприятия, там, связанные с городскими праздниками, или что-то еще? Ну, как-то у меня так сложилось, что мы выступаем чаще всего на корпоративах. Ну, то есть это такая моя, скажем, зона, где я оттачиваю свое какое-то мастерство и набираю разные навыки, и работаю с публикой. Куда обращаться, чтобы вас позвать? Ну, вот, сейчас, так как была весна, все террасы летние, конечно же, все это закрыто, потому что это некомфортно. Очень мало у нас в целом мест, где хороший качественный звук, где в целом, ну, место может себе позволить пригласить музыкантов, потому что все-таки это дело оплачиваемое, ну, и понятно, что если ребят много, то это все не за даром, и, к сожалению, у нас нет так много мест, где могли бы проходить какие-то постоянные концерты, но вот сейчас начинается сезон, и сейчас вот, я надеюсь, я надеюсь, мы участим свои выступления в 9 часов вечера, 11 марта, я нашла информацию. Вот. Можно успеть выспаться. Можно даже, да, успеть выспаться, я надеюсь на это. Прекрасно. Так что приходите. А английский язык, вот он является для всех музыкантов как бы такой, не знаю, эсперанту этим, рок-н-ролла, или какие-то, я не знаю, сейчас вот песни на каких языках больше популярны? Ой, ну это, конечно, такой скользкий вопрос, и я сама задумываюсь о том, что в целом понятно, ну, я не буду скрывать и лукавить, моя аудитория в основном это русскоговорящая аудитория, потому что я пишу, ну, если мы говорим про авторский материал, я пишу на русском в основном, и, ну, я, честно, вообще не слежу и не пытаюсь даже как-то пробиться там где-то в российские чарты, сейчас это все очень сложно, и такая стена, скажем так, выстроилась по понятным причинам, поэтому я даже как-то и не пытаюсь, наверное, на это повлиять, потому что, ну, там, там гораздо больше людей, наверное, там было бы гораздо легче обрести какую-то узнаваемость, потому что там Яндекс.Музыка, ВКонтакте, ну, все это уже, ну, даже мне как-то по ощущениям чужое, и я больше ориентируюсь на Spotify, на YouTube Music, но говоря про язык, я в целом не планировала писать на английском, ну, случайность абсолютно, что я написала этот трек на английском, конечно, это больше интернациональный язык и больше возможностей быть услышанным, вот, не знаю, насколько я поддамся этому влиянию, думаю, что нет, потому что себя не обманешь, я все-таки, ну, я пишу на русском, я думаю на русском, да, в планах, конечно, у меня даже есть готовая песня на латышском, то есть я не могу, я не говорю, что я себя ограничиваю, но в целом я понимаю, что скорее всего, ну, в таких ближайших реалиях я буду скорее всего писать и буду услышана теми, кто живет в Прибалтике, в Европе и просто слушает песни на русском, потому что, ну, как-то сейчас с Россией все очень сложно и, ну, значит, будет так. Я спокойно к этому отношусь, потому что мне главное, я получаю удовольствие, когда процесс закончен, когда вот просто материал вышел, все, у меня в голове закончилась какая-то программа, которая меня много, много месяцев мучила, и там дальше будет, что будет, ну, то есть, если кто-то ее услышит, отлично, если, скажем так, она кому-то нужна, тут ее обязательно найдет, я в это верю, а как там дальше сложится, ну, это уже на все воля Божьей ищите на Spotify, ищите на YouTube Music и вот премьера трека. И, в конце концов, на радио Болтком. Уникальный случай премьеры композиции Дианы Пашко на английском языке, называется она «Close», так что самое время поставить и насладиться, слушаем. Спасибо. Большое спасибо, что пришла, и до новых встреч, а ближайшая встреча 11 марта в 9 вечера в Digital Art House, тоже наши большие друзья.